итак всем привет ребят сегодня идем гараж посмотреть как там шока стоит уже полтора месяца я не приходил гараж надо будет посмотреть так вам покажу расскажу что поменял ну и вообще такие будут небольшие то забудет так сказать да кстати снимаю на телефон оцените качество как она хорошо нехорошо конечно стабилизации вообще никакой нету но это так сказать временно что у нас пошел в принципе шок и стоит гараже пока не выезжал по самому все так же пока ничего не делал смысле никаких обновлений нету на так покажу что поменял все включу да кстати решил ставить бесконтактное сжигание не знаю может к весне поставлю может летом потому что с этим контактным зажиганием тяжеловато заводится и постоянно двигатель неустойчиво работает небольшая проблема трамазуха куда-то уходит вот ведь датчик уровень жидкости он опускается бывает за 8 мигает лампочка в салоне и сама вот это вот торчиже этот кончик он опускается он повыше был скорее всего задний цилиндр или какой-нибудь передний немного жидкость пропускает ну сниму барабаны посмотрю ну а так вроде здесь под капоткой все еще небольшие были работы у меня в общем поменял стартер вот видите новый стоит такая фирма но он тоже редукторный высокооборотистый правда он быстрее крутит чем родной принципе вот родной стартера были но вообще не крутит бывает схватывает бывает не схватывает сначала хотел его ремонтировать ну блин тяжело найти на него ремкомплект и тем более он сделал беларуси сам стартер реле болгарии да вот болгарина не знаю как у вас но у нас не продается потому что постоянно бить по ним тоже это не дело бывает вообще не крутит приходится выходить стучать по ним в общем решил поставить пока нового не знаю надолго хватит ненадолго но два раза легче чем этот стартер тот не на тот китайский на но посмотреть отзывы в интернете как они вообще ну а этот принципе можно сделать это на счетки поменять bendix заедает и релешки за пока снял пока стоит да кстати в прошлом видео показывал что я покупал карбюратор вот он стоит взял его по дешману по моему за 100 рублей что ли так я его конечно не промыл надо купить ацетончику но рекомплект у меня есть вообще зачем я решил ставить этот карбюратор я конечно промою почистю поменяю все прокладки небольшие жиклеры там поставлю такие нормальные ну так сказать немного его модернизирую немножко да кстати по музыке будут делать наверно коробки в прошлом видео я уже говорил сейчас езжу куплю фанеры лобзик у меня и принципе есть шуруповерт буду делать коробку под сиденьем так то мне стоят из колоночки вот от центра возьму нормальной динамики ну там и по размеру можно вырезать как надо кстати по счет зеркала зеркала еще не ставил завтра на поставлю посмотрим как они будут смотреться на машине заодно оценим да кстати там писали в комментариях что типа надо тасол поменять на антифриз не знаю если честно пока времени нет возиться сливать всю жидкость типа тасол разъедает голову и весь двигатель это же не знаю но антифриз конечно можно купить залить в принципе 10 литров купить залить не знаю посмотрю может красный антифриз залью давайте завтра попробую завести посмотреть как она работает тем более уже полтора месяца стоит в принципе вот такие то за будни кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь всем удачи всем пока